Всем привет! Я Валентина Хамайко. Сегодня мой день, сегодня среда, и я на канале у моего бегущего банкира, поэтому писать там о том, что надо мне отделить на другой канал, давайте это пусть там решает Андрей. Сегодня среда, сегодня мой день, но тема сегодня будет касаться как женщин, так и мужчин, потому что мы сегодня будем говорить о варикозе. Варикоз такая очень распространенная, неприятная штука, которая, к сожалению, она очень медленно подступает к нашему организму, тогда, когда уже поздно, в принципе, делать какие-то превентивные мероприятия. Да, иноди моя российская стражда, и мама наелся бустые пары кладачи. Моя украинская, нагадаю еще раз. Так вот, к сожалению, варикоз, первые симптомы мы можем пропустить, и это обидно, поэтому сегодня я буду сосредотачиваться на том, как не пропустить первые симптомы, и расскажу о том, как мне удалось даже после операции удержать в течение 4 лет в абсолютно адекватном состоянии своей вены, и я считаю, что все то, что делала я, это работает. Об этом сегодня и расскажу вам. Во-первых, такой маленький ликбез, учитывая то, что у меня есть медицинское образование, я могу себе это позволить. Что такое сосуды, и что такое наша кровеносная система? Это такая закрытая конструкция из трубочек, которая есть большого диаметра от артерии, среднего – это вены, и маленького – это капилляры. И если вдруг, например, эта вся система, которая переносит кровь и снабжает наш организм всякими полезными штуками, она как-то ломается, эта система, у нас возникают болезни. Один вариант – это атеросклероз, если вдруг мы засорили свои сосуды, но мы сегодня не об этом. И второй вариант – это варикоз, когда тонус этих трубочек теряется, и они не могут перекачивать кровь. Соответственно, в определенных частях тела, чаще всего это ноги, образовывается застой, застой крови, и который производит к тому, что мы видим такие внешние некрасивые проявления, как грубые, некрасивые, выпуклые, синие вены. Кроме того, что это некрасиво эстетически, это очень опасно. Когда происходит застой крови в венах, кровь может быть густой, там может образовываться тромбы, если эти тромбы отрываются, мы получаем две проблемы. Ну, например, если отрывался тромб, и он где-то к сердцу пришел и застрял, это у нас инфаркт. Если вдруг тромб где-то в другом месте, это, например, головной мозг, это инсульт. Но и то, и то неприятно, и то, и то может застать нас в разном возрасте. Варикоз имеет, например, два проявления. Это вот в конечностях, как обычно это бывает, и это мы видим. И второй вариант – его не видно, его можно прочувствовать, о нем можно стыдиться говорить, как обычно это бывает. О нем очень неприлично вроде говорит, это называется таким некрасивым словом, как геморрой. Где? Ну, это слово любит употреблять Андрей. Вот именно там происходит как бы вторая проблема. Варикоз бывает и там, именно в том месте, о котором неприлично говорить мне, например. Геморрой – это тот же варикоз, но которого мы не видим. И очень часто он бывает, кстати, у мужчин. Они не могут признаться о том, что, ну вот есть такая проблемка, и она неприятна. Но нужно идти к доктору, потому что если вдруг ваш варикоз там, то вы можете также терять из-за там небольшого количества потери крови во время там геморроя, вы теряете и гемоглобин, и вам плохо, и, ну, это проблема. Там тоже может быть застой, тромбы и проблемы, о которых я рассказывала раньше. Если это в ногах, и оно уже появилось, конечно, флеболог – это ваш друг, к которому нужно обязательно пойти и проконсультироваться. Как я обнаружила у себя варикоз? Это была третья беременность. Во время третьей беременности, где-то 15-16 неделя, очень уставала нога. Я словила себя на мысли, что я стою как цапля, вот так, вот так, но как-то пытаясь облегчить эту ногу, делая опор только на одну, на правую. Потом появилась очень сильно ярко выраженная капиллярная сетка. После капиллярной сетки появились две больших, горячих, выпуклых вены. Нога очень болела. Было чувство, как будто она жжет, она зудит, какие-то муравьи ползают по сосудам. Но вот очень неприятно. И первый раз я тогда обратилась к доктору, к флебологу, который сказал, да, девочка, у тебя уже диагноз, варикоз у тебя уже есть, и тут, ну, как бы уже ничего не сделаешь. Когда мы начали разматывать с ним весь этот момент, почему, когда, о том, что нужно делать сейчас, расскажет доктор, к которому мы сейчас идем. Ну, мы у лекаря, Аркадій Олегович, та людина, про яку я рассказала. Він опорував мене, він мені дав надеяли на то, что все будет добре, и все было добре протягом четырех роков. Вот она, и вот эта вена, которую мы оставили, где она, вот, и вот эти з'явилися. Ситуация, которая тогда была, мы двое прибрали, она болит, когда на ней тиснет. Мы двое прибрали, а эта была под питанием. Вона пальпировалась, но вы сказали, что 50 на 50. Может отновиться, но если будет неадекватное навантажение, она полетит. Если будет еще одна вагитность, она полетит. И это, в принципе, мае піти, по-моему, после рождения, да? Воно изменится. Значит, ситуация следующая. Действительно, вагитность и пологи – это один из провокационных моментов, которые могут давать рецидивы варикозной хворобе. Поэтому вопрос относительно операции, выполнять операцию до вагитности или после, она стоит в мире. И думки лекаря разделяются. С одной стороны, есть риск отримать рецидив варикозной хвороби совсем с другого басейна, не с того, который прибрался, спиразовался. С другой стороны, есть риск отримать ускладнение в виде тромбофлебитов, тромбозов в час вагитности через варикозно расширенную вену. Надмирная вага – это минус для наших вен, и это складно. Это фактор риска. Не страшно? Там, на низе. Нет, ничего страшного. Да, немного простейше, чем в воду. Ну что, вывод есть. Можно будет сразу после родов приходить и удалить вену. Уже общего наркоза делать не надо. Уже никаких сложностей, в принципе, нет. Все будет намного проще. И я намного быстрее восстановлюсь, чем в первый раз. Все ли я делала правильно? Доктор сказал, что, в принципе, препараты, которые я принимала, которые есть в венотонике, они только снимают симптомы. А на самом деле, ну вот, особенного эффекта от них нет. Я уверена в том, что питание и образ жизни, он намного больше влияет, чем препараты, наверное, которые мы принимаем. Что я оставлю на будущее себе? Я точно оставлю витаминки, самые обычные, которые есть в аптеке, они называются аскорутин, они укрепляют сосуды, и я чувствую видимый эффект. У меня, например, очень слабо сосуды в носу. И когда идет сезон перехода из тепла на холод, из холода на тепло, у меня бывает носовое кровотечение. Стоит мне месяц попить аскорутин, все проходит. Для мальчиков, которые смотрят, а их у вас там много, вы должны понимать, что если ваша жена беременеет, то беременность, она не омолаживает никого, к сожалению. Есть такая теория, что женщина становится очень красивой. Просто визуально это очень мило. Но если посмотреть вопрос глубже, то беременность это очень тяжело. Потому что во время беременности женщина всегда что-то отдает. Отдает час своего здоровья, отдает час своей красоты. Вот если разобраться с каждой беременностью, то что-то обязательно полетело. У кого-то зубы летят, у кого-то зрение летит, у кого-то вены страдают. Просто это большая работа организма. Если ваша жена говорит, что она устает, она действительно устает. Если она говорит, что ей болят ноги, можно сделать массаж ног. И если ваша жена говорит, что ей ничего не болит, потому что она, не знаю, супервумен или айронвумен, или супермама какая-то, или она просто вас очень любит, все равно нужно ее уложить и дать ей возможность отдохнуть вечером. Потому что беременность это тяжелый труд. И если ваша жена соглашается родить вам ребенка, целуйте ее, обнимайте и цените. Теперь отмотаем время туда, где я бегала марафоны, и у меня еще не было детей. Во-первых, у меня есть генетическая предрасположенность по варикозу. Часто и мужчины пишут Андрею под его видео о том, что как уберечь ноги, как не убить ноги, если вдруг предрасположенность. У меня эта предрасположенность была и есть. Когда я начала бегать марафоны, первое, что сказала мне мама, Валя, ну как же твои вены? Ты же понимаешь, что у нас есть вот такая история в семье, тебе нельзя бегать, ты убьешь свои ноги. Я говорю, мам, ну пока я чувствую, что с ними все хорошо, я буду бегать. И свой момент вот этого развития марафонского, он был очень плавный. Проблем не было, ноги у меня не болели после марафона, никаких неприятных ощущений я не ощущала. Но когда у меня появились первые признаки, и доктор мне поставил диагноз, конечно, я ему поставила вопрос, доктор, возможно ли то, что я бегая марафоны, спровоцировало появление варикоза вот сейчас у себя? На что получила ответ от эксперта, если эта нагрузка была постепенна, если вы не были спринтером, если вы не поднимали тяжелую штангу, если вы не делали каких-то рывковых нагрузок, тогда это не могло спровоцировать. Потому что монотонный длинный бег, он наоборот прокачивает кровь во всем организме, он наоборот учит сосуды хорошо работать, он наоборот очищает ваше тело, конечно, если вы не бегаете там с излишним весом. Поэтому в моем случае марафон никак не мог спровоцировать. Спрашиваю потом у доктора, как, почему тогда, откуда у меня появился варикоз и так быстро, и так резко? Оказывается, во время второй беременности у меня были симптомы, которые указывали мне на то, что, деточка, обрати внимание на свою левую ногу, там что-то происходит. Но я их не видела просто, проигнорировала. Что это за симптомы? Во время второй беременности, это был третий триместр, то есть конец второй беременности, я почувствовала, как сильно у меня начали уставать ноги. Я почувствовала, что я ночью не могу уснуть от боли в ногах. Они у меня болели так, как будто я каждый день бегаю по 42 километра. Вот ты хочешь уснуть, ты устала, но ты не можешь уснуть от того, что болят ноги. Мне очень хотелось массажа ног, у меня болели стопы, у меня стопы не отдыхали даже за ночь. Ты спишь 8 часов, а ноги не отдыхают, они болели. И было вот это неприятное ощущение, как будто муравьи или кто-то тут ползает. Помню это ощущение, смотришь, странно, ничего не видно, но почему я так чувствую, какие-то покалывания. Это все были первые признаки того, что мои вены начали болеть и страдать. Как мне объяснил доктор, скорее всего, это произошло из-за того, что вторая беременность наступила быстро после первой, и плод лежал низко. И сын, скорее всего, просто передавил нижнюю вену или две, как там уже получилось. У меня кровь туда поступала, а обратно она не могла хорошо выйти. Что нужно было сделать на том этапе? Конечно, нужно было принимать венотоники и носить компрессии. Но я же не знала, что у меня это все начинается, я этого ничего не носила. Ну, соответственно, просто... Да я даже на каблуках ходила во время второй беременности, что, в принципе, делать нельзя. Это были мои ошибки. Внешних признаков не было, соответственно, я просто этот момент первый пропустила. Когда я забеременела третий раз, эта вена, которая болела, которая страдала, но как-то выжила, она рухнула сразу же. Начиная где-то с 18 недели, третьей беременности, нога была очень некрасивая, очень тяжелая, синяя. Доктор сказал, все, ну, твой диагноз, это операция, потому что, скорее всего, она не выживет, эта вена. Но мы принимали венотоники, я носила компрессию, всю третью беременность, потом родила. Ситуация улучшилась, но те вены, которые страдали больше всего, они и остались бугристыми и очень некрасивыми. Соответственно, когда я закончила кормить, я пришла к доктору и говорю, все, готова на операцию. Мы сделали УЗИ, и он мне подтвердил, что да, к сожалению, клапаны там нерабочие, и мы вынуждены их удалять. Что значит нерабочие клапаны, и как мы можем это представить себе? Все вы видели такие длинные эти шарики, из которых на детских праздниках делают собачек, котиков и всякие штуки смешные. Так вот, наша вена – это такой длинный шарик, который во время беременности, беременность длится 9 месяцев, наполнен по максимуму кровью, и он находится в этом растянутом состоянии. Если вы вдруг не знали, то количество крови в организме женщины во время беременности увеличивается на 25-50%. Много! Вот этот шарик, он наполнен по максимуму. Больше того, все женские гормоны работают на то, чтобы эластичность сосудов была слабая. Зачем? Ну, чтобы опять же спокойно переносить весь этот объем крови. Если они будут не слабые, то у нас просто будет высокое давление. Но это такие медицинские штуки, может, они вам в принципе и не надо. Вот этот сосуд, не сосуд, а трубочка этот, шарик, был наполнен по максимуму венами. Беременность прошла, количество крови спало. И помните, что происходит с шариком, который долго был надутый, а потом сдувается? Он такой некрасивый, такой вот, ну, вялый становится, ну, вообще без тонуса. Вот такой происходит с нашими венами. Они становятся вялые, некрасивые, и, соответственно, клапаны, которые пытались там в течение 9-6, кому как повезло, месяцев, потому что варикоз не всегда с первого месяца, пытались вытолкнуть, они в принципе ломаются, и уже, ну, вот не перекрывает сосуд полностью, а вот так. И у нас происходит этот застой крови в венах. Боль, тяжесть, некрасивый визуальный эффект и, к сожалению, угроза тромбоза. Так вот, чтобы не заболеть и не получить какие-то, ну, осложнения, их просто доктор эти вены удаляет. После того, как прошла операция, я очень много времени уделяла тому, что читала литературу, спрашивала у докторов, изучала информацию о том, что мне делать, чтобы укрепить сосуды, и подобная ситуация не повторилась. Кстати, доктор мне оставил третью вену, которая была под вопросом, сказав, что если вдруг когда-то ты захочешь еще родить, то у меня нет уверенности, что она выживет, эта вена, потому что она 50 на 50. Но я ее оставлю, потому что если ты будешь дальше делать все правильно, она будет хорошей, рабочей и нормальной. Оно так и было 4 года. Что я делала? Во-первых, я понимала, что если я долго на ногах, если я бегаю, если я лечу, если я иду с Андреем в горы, или если я вообще как-то напрягаю свои ноги в таком вертикальном положении, я ношу компрессию. У меня она есть спортивная, она у меня есть и для каждого, для повседневной жизни. Я пересмотрела свое питание, потому что я продуктов, в которых много витаминов и полезных веществ, у меня намного больше, например, чем мясо в моем рационе. У меня в рационе всегда есть гречка, зеленая и коричневая. Зачем? Потому что там тоже есть вещества, которые венотоники. В моем рационе всегда есть разные виды масел. Ну, пусть это будет оливковое масло, пусть это будут разные капсулы с рыбьим, с омега-кислотами. Три, шесть, девять их много. Также я принимаю, например, масло зарядков пшеницы, кунжутное. Есть такие, которые срасторопшие и чистят и сосуды, и печень. То есть много таких веществ, которые позитивно влияют на сосуды и на тонус, соответственно, сосудов тоже. На чистку сосудов и на тонус сосудов. Много зелени. Это уже я сказала о питании и я сказала о компрессии. Очень важный момент, который сказал мне доктор. Он сказал, если ты хочешь сохранить свои вены и ноги здоровыми, следи за своим весом. Вес должен быть минимальным или даже ниже минимального. Вот когда вы худенькая и очень худенькая, это хорошо для ваших вен. Если мы вдруг беременеем, и у нас, к сожалению, перекосы с гормонами, влияет ребенок, все влияет на то, чтобы, ну, к сожалению, вены летели. То у вас, мужиков, это все от того, что вы просто толстеете. Вы становитесь жирными, у вас меняется гормональное соотношение, женских гормонов становится больше, тестостерона меньше, и у вас появляется варикоз, к сожалению. Или вы начинаете бегать со своим животиком, например, и бегать интенсивно. Ваши вены не справляются с перекачкой того количества крови, которое вы там наели, наели, потому что живот тоже нужно снабжать, соответственно, количество крови увеличивается. И вы, опять же, болеете, и у вас есть склонность к этому варикозу. Поэтому у нас это чаще всего из-за беременности, из-за гормональных перепадов, из-за, возможно, у кого-то физического труда, то у вас это чаще из-за избыточного веса и той же гормональной предрасположенности. Нельзя перегревать ноги, то есть если вы в бане идете и в сауну, и у вас, например, вы знаете, вы понимаете, что есть проблема с венами, нижние конечности, вот от колена и вниз, лучше накрывать прохладным полотенцем. Горячие ванны, бани, бить веником по венам – это не надо. Вот этого лучше не делать. Лучше душ заканчивать, например, контрастной какой-то температурой, чтобы закалять вены, это тоже помогает, потому что тонус ваших сосудов повышается. И еще разные препараты, которые повышают тонус сосудов. Я могу назвать свой, я даже показывала его, когда делала небольшой осмотр препаратов, это циклотрефорд. Он помогает, просто повышает тонус сосудов. Я его не пью постоянно, но циклами где-то там 2-3 раза в год обязательно. Просто чтобы помочь. Ну, в принципе, если так посмотреть, то, конечно, страшно от количества всяких штучек. Это магний, он мне просто сейчас нужен, потому что вот уже последний, последний, он самый трудный, циклотрефорд, о котором рассказывала, пью его. Он хороший венотоник. Это знаете как, можно говорить, что он не помогает, конечно. И я знаю ряд женщин, которые говорят, что крем для лица, он тоже вообще не помогает никак. Но мы же точно знаем, если ты хотя бы немножко, хотя бы хоть как-то за собой ухаживаешь, кожа всегда тебе благодарна. И женщина, которая за собой ухаживает, она всегда имеет лучший вид, чем та, которая банально не мажет лицо кремом. Так вот и здесь. Вот маленькая ерунда, но она помогает вены держать в тонусе. И когда я уже буду не женщиной с ребенком внутри, а женщиной с ребенком внаружи, моей ноге будет легче. И она скажет мне спасибо за то, что я поддерживала состояние вен именно благодаря этим препаратам. Рассказывала о разных маслах. Оливковое, льняное. Есть еще такие у меня. Что здесь у нас? Зародыши пшеницы. Масло всякое хорошее, которое чистит. Это чистит сосуды. И тоже, ну, написано, что омолаживает. Не знаю, насколько, но читать приятно. Выводит разные токсины. Это все надо тоже. Все масла, они нужны для наших сосудов. И это набор омега 3, 6, 9. Это все у меня есть в течение дня. Потом, кроме гречки, о которой я рассказывала, есть еще экстракт гречки. Это мне подарила сестра. Чем больше, тем лучше, ну, как бы, моя практика. И вот такая штука, которая делает, снимает усталость из ног. В ней очень много минералов. Когда-то после вторых и третьих родов я попробовала этот препарат. Вот тоже с минералами этой же фирмы, с бешофитом. И очень много минералов для волос и для укреплений. Он мне тогда очень помог. И когда я видела у них новую штуку для вен, я ее сразу же взяла. И регулярно пользуюсь даже во время беременности. Считаю, что все это идет только на пользу. Почему? Потому что после операции ноги были в отличнейшем состоянии. Мне все нравилось. Они были спортивные. Кожа была упругая, мышцы были видны. Все было идеально. Но так получилось, что беременность, она, конечно, немного все меняет. Если вот сейчас посмотреть на ноги. Я оптимист. Я уверена, что после четвертой будет намного лучше. Но сейчас, в принципе, видно, что эта нога, она больше, чем правая. Левая больше, чем правая. У левой ноги очень много сосудов. Они такие некрасивые, как у бабушек нога. Но вот смотришь и хочется плакать. Нога, как у бабушки. Здесь вообще все страшно. Вот эта проблемная вена. А это все уйдет потом самостоятельно. Если будут какие-то остатки мелких капилляров. Доктор сказал, что он поможет убрать. Я такую картину уже видела у себя во время третьей беременности. И знаю, что это после беременности на 60% уходит. То, что не уйдет, вот одна, мы ее уберем. Но то, что я делаю сейчас, поможет мне сохранить все остальные вены. И капилляры будут не видны. Мы обязательно покажем вам, как изменилось состояние ноги после родов. Чтобы девочек, которые там вдруг попали в такую же ситуацию, как у меня, они не расстраивались. Потому что во время третьей беременности я рыдала. Правда. Я смотрела на ногу, и мне казалось, что это все. Но вот с такой ногой жить дальше нельзя. Потом поняла, что все можно, и все может быть даже красиво. И все может быть даже хорошо, и чувствует, если будешь прекрасно. Поэтому сейчас я делаю очень много всяких штучек, пью препаратов для того, чтобы все было хорошо именно после родов. И нога не болела. Да, и, кстати, не забываем о контрастном душе. Он тоже очень важен. Потому что холодное обливание ноги после банальных гигиенических процедур – это важно. Это тонус сосудов. И как только мы сбросим все лишнее, что у нас есть, лишний вес, лишнюю воду, и будем обнимать и целовать ребенка, ноги уже будут намного проще. Это все помогло мне удержать мои вены. Правая нога в отличном состоянии. Но, к сожалению, когда я забеременела четвертый раз, та вена, которая была проблемная, она, конечно же, рухнула. Вот сейчас я не могу сказать, что у меня красивая нога. Она некрасивая. Она венозная, она с капиллярами, она синяя. И она вызывает жалость, когда на нее смотришь. Я была у доктора. Он сказал, ну вот, слушай, ну ты заплатила еще один раз за ребенка, например. Второй доктор сказал, ну вас же никто насильно не заставлял рожать и беременеть четвертый раз. Это же было ваше решение. Понимаю, что действительно меня никто не заставлял. Это там маленькая цена за то, что я получу. Но я более чем уверена, что то, что я делаю сейчас, то, что я принимаю сейчас и то, о чем я рассказываю вам, продолжится в том, что после родов нога станет, во-первых, намного лучше. А во-вторых, уже после консультации доктора, которая была у меня на этой неделе, он сказал, что не надо ждать даже момента, когда вы закончите кормить. Можно приходить на третий, на четвертый день после родов. Это будет там небольшая операция, которая просто облегчит состояние ноги, которая уберет вот эту проблемную вену. И нога дальше будет в нормальном состоянии. Если бы мои действия, вот те предыдущие, были неправильные, то варикоз был бы и на правой ноге. Айронменши с меня не получится, потому что я хочу быть здоровой и красивой для Андрея и для своих детей. Велосипед нет. Но если это прогулочный вариант, с этой кошелкой, в медленном темпе, в свое удовольствие, тогда на здоровье. Но если это спорты, тренировки, вечером бег, утром велосипед, то, к сожалению, с варикозом, наверное, можно сказать пока. Если вдруг компания, которую я очень люблю под названием 2MCU, выдумает какой-то монолитный костюм, в котором можно плавать, бегать и ехать, не снимая, тогда, наверное, да. Если у вас есть такая цель под названием Айронмен. Но у меня много целей разных в жизни, хороших, поэтому я не буду забирать все лучшее у Андрея, который стоит за кадром. Пусть в семье будет один Айронмен, железный, красивый и настоящий, а я останусь его любимой. Все, я выдохнула с вашим русским, для того, чтобы вы все понимали, чтобы вы не писали, что нужно на татарском или на каком-то там еще. Я люблю свою украинскую и я спелкуюсь о нею завжди, але для вас я роблю великий выняток. Давайте, ставьте свои лайки, пишите. А сколько марафонов пробежало? Я всего три пробежала марафонов. А сколько ты марафонов пробежал? Да, я пробежала три марафона, один из них так получилось, что я пробежала беременна, и мой результат, когда я была беременна, был 3.45. Это хороший результат. А когда я была не беременна, это был 3.15. Это был отличный результат. Бегать можно, но если вы понимаете, что ваши ноги устают, то бегайте в компрессии. И все будет хорошо. Много на ночь жрать не надо. Все. Готов. Да? Да. Перша думка была, чему бы не выгодны эти все штуки с обегревом, потому что оно холодное.